Музыка Хочу вам сказать, братья, что есть у кого-то более лёгкая жизнь, у кого-то более тяжёлая жизнь есть. Чаще всего трудная жизнь тогда, когда вот так сложилась жизнь, ну нет здоровья, я больной, да? А вот когда сознательно ты жертвуешь своим здоровьем, чтобы Господь прославился, это немножко иначе, правда? Вы разумеете, о чём я говорю? Когда без твоих усилий, а просто ты старался быть здоровым, но ты больной и смиряешься, это одна сторона. А когда у тебя есть здоровье, и ты лишаешься его только лишь потому, чтобы во всём исполнить волю Божию, и жертвуешь этим здоровьем, и остаёшься без здоровья, это большая цена. Я это хотел сказать, вы поняли меня, братья? Я хочу с вами поделиться как раз о том, о чём вы и больше нигде не услышите. У Бога, ну, очень много разных своих путей. И непостижима нам премудрость Божия. И Он совершает, знаете, не всегда вот сразу. Но то, что Бог делает, мы впоследствии всё видим. Ну, например, не можем же мы видеть, как Бог посылает росу на траву, на серень, правда? Мы не видим даже, когда она падает. А утром встаём, и всё мокрое, и всё живёт, и питается этой влагой. Ни тучи не было, ни грома не было, волни не было, да? Всё тишина, луна видна, и солнце всё встаёт, и всё красуется. Вот такой Бог, вот такой Бог наш. Я хочу немножко поделиться, братья, за нашего брата, Ключкова Геннадия Константиновича. Я уже говорил о том, что познакомился с Ним в 61-м году, когда Бог положил Ему на сердце возбудить вопрос съезда всесоюзного, отрасливать. Вот так вот постепенно, постепенно создавалось, Бог создал такое пробуждение во свих народе своём. И когда мы приняли решение, и разослали первое послание по всей стране, а он поехал на Кавказ к одному брату, другу своего отца, служителю Божьему, который 10 лет отсидел в тюрьме, а сейчас живёт, ну, так вот, вместе с женой. Дети уже взрослые, разъехались, и он живёт с женой, доживает свой век. Пришёл, приехал к нему и говорит, я сознательно не называю фамилии этого брата, ну, чтобы никого не унизить. И говорит, вот у нас такие-то намерения, мы разолтали письма, и вот теперь надо народ Божий поднимать, и так далее. А он говорит, Гена, Гена, что ты наделал? Ты знаешь, что сейчас сделает КГБ? Все искренние души поверят тебе и начнут посылать письма с Харатайством. И КГБ всех, которые подписали письма, арестует, и самая лучшая часть этих исчезнет. Мы уже знаем в тридцатых годах. Я, как повернулся и ушёл, и понял, что на старичков рассчитывать нельзя. Я не в унижении говорю это старичкам, а просто они напуганы тридцатыми годами. Они напуганы и думают, что Бог такой же в тридцатых годах, Он такой бессильный, и такой же бессильный будет и в этих годах. А я скажу, Бог и тогда был силён, и наши братья в тридцатых годах и сёстры запечатлили верность Господу своей смертью и сохранили верность, и сохранило слово до нас. А теперь Бог посылает в другое время. Вы, говорит, разобьётесь о Кремлёвскую стену, у вас не хватит сил. И брат Геннадий, после дня, съёхала брата в Москву, в Тулу. Он намерен был идти прямо на работу, а его уже там ждали. Уже обувь сделали в доме, а он работал. Вы ждали его, чтобы арестовать. Это было в конце августа. А накануне были во всех Б, ясно, что теперь обязательно надо всё безглавить, всё убрать. Когда поезд его пришёл в Тулу, это последняя остановка перед Москвой, он сошёл с поезда, а тут верующие как раз уже караулили, караулили каждый поезд, и знали, что он приедет с Кавказа. И сразу сказали, садись с поезда из Кореи, потому что там тебя ждут с арестом дома. И вот он, уехав, приехал в Москву, и вот началась работа. Когда подписали первое послание, даже и не думали, что уйдут с работы, там проще плаваться, никаких не было. Просто сделали то, что должны были сделать, а дальше не думали, что будет дальше. И вот Бог начал всю эту работу. Но, братья и я, сёстры, я не буду подробностей все рассказывать. Я только лишь скажу, что у меня четыре срока было. Но это не так много, хотя и не мало. Девенадцать с половиной лет всего, если всё умеете забрать. Четыре раза на скамерку судимый срок. Но мне, конечно, было легче, чем брату Геннадию Кричкову. Конечно, мне было легче. Вы представьте себе, девятнадцать лет жить на чердаке. Нет, он там сам себе две комнатки сделал. Там была лаборатория, там была печатная установка. Там печатался братский листок. А главное, там редакция была. Там составлялись братские листки. Писались все воззвания. Там составлялись все документы. Туда приходила вся информация. Но всё, 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 всё было там. И так девятнадцать лет не выходить на улицу. И быть активным во всей работе, во всём служении. Вы думаете, просто? Жил он в Прибалтике. Хазерева были латуши, верующие. Они знали, что если его найдут в их доме, то не забровать их и для Ивана. Они это хорошо знали. В доме своём они предлагали ему остаться. А он говорит, нет. В вашем доме будут приходить ваши родственники. И очень сильно заподозреют, если вы не будете в какую-то комнату их впускать. Хоть у вас двухэтажный дом. А на чердаке вашей бани я построю себе две комнаты. Так и сделано. Сейчас я могу разговаривать об этом. Теперь уже это не Россия. Теперь это самостоятельное государство. Латвия. Метров десять от дома в глубине усадьбы, баня, парайчик, гараж и крыши. Без окон, безо всего. И когда входишь в баню, там есть такая филонка, забито всё, потолок. Люк открывается. Снаружи невозможно его открыть. Только изнутри можно открывать его. Люк открывается. Подвески, знаете, такие вот есть. Да, в виде гель таких, да. Значит, легко открывается. И лестница опускается. Ну, самостоятельно, конечно, сделано. Лестница опускается. Поднимается кто? Лестница поднимается. Люк закрывается. И опять никого нет. Пол есть обязательно мягкий. Недопустимо, чтобы был когда-то скрип там или прочее. Ну, как, знаете, как по толстому ковру. Чтобы никаких скрипов, никакого стучка ни одного не было. Мы там проводили совещание. Совещание Совета Церквей бывало на крыше этой бани. Самое большое, помню, там было, наверное, человек семнадцать. Ну, это один раз. А в общем-то, семь, ну, до десяти человек. Совещание проходили. Ну, чаще по двое, по трое собирались, беседовали, планы составляли. Советовали. Помню, однажды, в два часа ночи, мы договорились, давайте спать. Потому что сюда активная жизнь будет. Много вопросов еще надо решить. Я смотрю, я ложусь, раздеваюсь, ложусь, смотрю. Он одевает зимнее пальто, шапку, там, рукавицу берет с собой. Другой, я тут пошел, смотрю, лестница опускается. Ну, я уж не стал контролировать его, это некрасиво. Но только через полчаса он поднялся наверх. Оказывается, было зима, мороз. И он спустился в ваню, приоткрыл, там есть окошечко, он чуть-чуть приоткрыл окно, чтобы доступ свежего воздуха был. И полчаса стоял у этого потока воздуха, чтобы подышать свежим воздухом. И поднялся. Это можно было за сутки. А дальше опять, в рабочий день, ложился, лег спать и подышал свежим воздухом. Все. Я вам скажу, что там абсолютно каждую ночь была сестра, которая обязана была, которая в ее обязанности входила наблюдать за обстановкой этого дома. Рядом две улицы, дом угловой. Чтобы было, ничего не было подозрительного. В случае чего, были тревожные моменты. Одна машина стояла, крытая в течение трех суток. Предполагали, что она может, любой, любой дом, любой чердак может проверяться, прослушиваться, все, что хочет. Это можно сделать. Луч направляется и может проконтролировать. Есть там кто живой? Нет живого. Ну и в тот момент обесточивали все. Все, буквально ни холодильник не должен был работать, ни одна лампочка не должна работать. Когда он только лишь пользовался фонариком. Фонарик может работать, его не засекут. Фонарик. И никто абсолютно никаких движений не делал. Каждый занимался личным делом только лишь и все. И так, трое суток такое напряжение было. И я скажу вам, на следующий раз, когда я пришел туда, и мы встретились. Я над его хойкой увидал текст, его рукой написанный. Позвольте, я этот текст прочитаю. Вот, когда такое напряжение было, в трое суток машина была, и там люди были, и не менялись они. Видимо, они убедились в течение трех дней, что там действительно нет ни живой души. Абсолютно. Их лопа точно бы дали хоть какое-то сахагание. И вот он написал над своей постелью. «НЕ ЗЛОУМЫШЛЯЙ НЕЧЕСТИВЫЙ ПРОТИВ ЖИЛИЩА ПРАВЕДНИКА». И все. Бумага, и карандашок. Через то им написано. «НЕ ЗЛОУМЫШЛЯЙ НЕЧЕСТИВЫЙ ПРОТИВ ЖИЛИЩА ПРАВЕДНИКА». Две строчки. И кнопочками приклеил. Прикрепил кнопочками под постелью. Вот это и все украшение. «Нет, это не просто украшение. Нет, это защита. Это защита наша». Когда мы уповали на Бога. Я говорю, Геннадий Костянович, тебе пора уходить. Я чувствую, что кольцо сжимается, и они поймут, что ты здесь. Тем более многие были у тебя на этом чердачке. Многие были. И кто-то проговориться нельзя. А он говорит, ну хорошо, я с тобой сегодня уйду отсюда. Теперь представь себе, завтра придут чекисты. И обнаружат, что действительно мы были здесь. Как ты думаешь, что они сделают с Хадеевами после этого? Я не имею права по отношению к Хадеевов уйти отсюда. Если меня не идут здесь, думаю, что их не тронут. Но они меня только возьмут. А если меня не будет, то им жизни больше не будет. Нормальное рассудение? А я вам скажу, это путь веры. Когда знаешь, что снаряды уже рядом рвутся, Господи, а я никуда не сдвинусь с этого места. Однажды, братья, мы все-таки однажды его уговорили. Мы как-то, знаете, несколько раз уже говорили, что брат Геннадий, но нехорошо. У тебя девять детей. Ты, вот, ребенок, который родился у тебя, он еще тебя не видел. А ему, не знаю, четыре или пять лет уже, снижки. Еще не видел отца. И отец не видел сына. Но думаю, что он так, чтобы было все хорошо. Он говорит, братья, да не имею я права, не имею. Поверьте мне, за моим домом следят. И они не отпустят без глаз, не отпустят. И она приведет, непременно приведет. И мне будет очень стыдно, что меня арестовали только лишь потому, что я захотел угадаться сына. Дело должно быть выше наших личных интересов. И все-таки уговорили. Ведь можно продумать, все можно продумать, так, чтобы было хорошо. Ну, придумали, прикинули, подумали. Хорошо, договорились. Договорились, конечно, не в Туке, но в Москве. В Москве в партии, которая недавно получила квартиру. Это условие надо соблюсти. Ну, чтобы чекисты еще не засекли эту квартиру. И второе. Верных людей надо найти, которые не продадут уже на корне. Быстро так. И в-третьих, чтобы и знакомых, близких не было. Чтобы, ну, случайной встречи не произошла. Ну, а нашли такую квартиру. Хорошая квартира. На высоком этаже, не помню каком. Постали машину. Машина далеко остановилась. Сестричка, одна из сестричек, зашла. Лидия Васильевна, ну, жене, шепнула. Ну, то есть на бумажке показала, что прослушиватели не услышали ничего. Потому что мы предполагали, что есть прослушиватели в доме. И чтобы никакого слова не было, на бумажке, собирай сына, поехали на встречу. Ну, Лида поняла, с удовольствием, как бы, раз, раз, ребенка в охапку. И уже, и тут машина наша проезжали, она села в машину, и быстро поехали. Все благополучно, уехали, все благополучно. Ровно через два часа приходит медсестра. Говорит, я пришла проверить вашего мальчика, маленького. Все ли у него хорошо. А там, видимо, на пульте. В течение двух часов не слышно разговора. Ну, дети есть дети, да? Какой-то сигнал задают дети. А здесь никакого нету. И тут же медсестра приходит. Ну, старшая дочь говорит, никакого мальчика, придите в другое время. Нет-нет, я обязанная, я же ответственная. И все, все равно зашла. А где ваша мама? По делам ушла. Ну, хорошо, мальчика покажите. Ну, мальчика нет, она взяла с собой. Ну, ладно, все вышло. И все, вот здесь все загудело. Они сразу высчитали, быть не может. Пошла, значит, на свидание. Значит, пошла на свидание. Говорит, куда? Ни в коем случае не в Тулу, значит, только в Москву. И знаете, что произошло? Вам трудно себе представить. Во всех б это регистрирование общения сразу же приспособили указание многим-многим-многим пройтись по всем квартирам, которые только лишь знают, навестить и так далее. Какое было поручение? Я не могу сказать. Нам неведомо. И теперь, представьте себе, сестра Лида с сыном приехала в ту квартиру. И, наконец-то, папа встретился с сыном в первую ранжу. Ну, хозяйка представила им зал, а не так вот. Жена, сынок, тет. В раз, Геннадий, взял сына на колени, стал с ним разговаривать, а у него были очки. Мальчик говорит, дяденька, а вы снимите очки, а то я вас боюсь. Мама, сыночек, так это же папа. Геннадий, как сын, говорит, да подожди, через полчаса он забудет за дядей, все будет и беспокойся. Или успокойся. Ну, действительно, что тут переживать? Он назвал дяди, страшно. Все, все обойдет. И вдруг, через минут 15-20, звонок. Хозяйка открывает. Ага. О, приветствую вас, приветствую. Ой, как хорошо, что я вас нашел. Я решил, то есть, вы недавно получили квартиру, я случайно ваш адрес узнал, я решил навестить вас. А что делают хозяйки? Это просто верующий один брат, где встречались на собрании, никогда близко, в контактах не были. А она говорит, ну, хорошо, пойдите, проходите на кухню. А он говорит, да нет, а что на кухню? Ну, кухня как кухня, а я хочу посмотреть всю квартиру, какая у вас. Я тоже недавно получил, хочу сравнить. И сразу же по всем комнатам идет. Ну, ей тоже нехорошо, туда не пущу. Это тоже некрасиво, он открывает, ну, увидал там троих, а извините, извините. Теперь она уже стоит у дверей, его не выпускает. Нет, нет, по нашим обычаям, вы должны выпить чашечку чаю. Пройдете на кухню. Нет уж, простите, у меня важное дело, я обещаю вам в следующий раз прийти. Нет, я вас не пущу, я хочу долгостеприимства. Словом, началось вот такое, да, и все равно ушел. Гераль, как все же быстро одевает плащ, тоже уходить быстро. Хозяйка говорит, так вы не беспокойтесь, это случайный человек. Ну, если случайный, мы еще с вами встретимся. А сейчас ухажем. Я вам скажу, что стоило ему быстро уйти, быстро ушел. Через два дома стояла наша машина. Он быстро уехал. А через 15 минут пришли слесаряд, чтобы проверять проверять сантехнику и все прочее. Но и, конечно, ничего не делали, только лишь прошлись по батареям, якобы, вы понимаете, да? Словом, вот такая была единственная встреча. Единственная встреча. И он сказал, благодарение Богу, больше на такие встречи вы меня не уговорите никогда. Что же произошло? И он говорит своему родному брату, он угловой живет. Знаешь, сходи, проверь, проверь все источники питания. Ну, например, какие? Разведки проверь, там, может быть, какой-нибудь, какой-нибудь есть подслушиватель или еще что. Ну, а розетки никто чужих не проверял? Нет. А счетчик? Ну, счетчик года два назад поставили новый. Вот. Обрати внимание на счетчик. Проверь. Только, когда будешь проверять счетчик, а он, электрик, будешь проверять счетчик, ни слова не говори, потому что он на постоянном подслушивании может быть. Ну, Юрий взял пришел, снял счетчик, аккуратненько, не обесточил его, откручивает все это и изнутри уже чувствует, что есть там еще винты, но никак оно прокручивается и, ну, не открывается и все. Как ему пришлось иголочку, маленькую дырочку поставить, засунуть и только тогда винт откручивается. вынимается крюльчика и микрофон уходит. Там прослушался или дом, а питался от постоянного тока. Таким образом, весь дом прослушался, весь дом прослушался. И он быстро тогда отсоединил от электрики счетчик в охапку и убежал из дома быстро. И вы знаете, через 10 минут аварийка приехала. Где ваш счетчик? Такое дело ваше, где счетчик? Отдайте счетчик. Как он наш счетчик-то? Мы вам дадим другой счетчик. Отдайте тот счетчик. Вы не имеете права. Товарищи говоря, этот счетчик Геннадий Концентинович привез. Разбирал его. Геннадий Концентинович 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok